Еще мы проезжали самый большой мост в мире, 546 метров. Китай меня поражает горами своими. В этот раз я очень сильно, конечно. Потому что я не знаю, что на городе. По-моему, мы вдруг от Коэг uh-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Так, первое, что я хочу сказать, это уже в обратном порядке, когда мы ехали, я считала, сколько на тысячу километров мы проехали тоннели. Смотрите, здесь 100, я насчитала, а здесь 45. Итого 145 тоннелей, мосты, это, конечно, очень впечатляет, особенно виды, горы, это просто красота. Везде просто горы, везде так красиво, просто. А еще, то, что я заметила, прямо на горах, там один домик, там два домика, вот люди как-то умудрялись строить. Прожелательные люди в этой провинции. Люди, это самое первое. Это, да, это ни с чем не сравнить. Всегда предлагали бесплатно покушать, бесплатно пожить, если у тебя негде, ну, нет денег, негде остановиться. Потом полиция ходила, проверяла, чтобы, не дай бог, именно приняли цены, боже упаси. Все настолько, я не знаю, для людей, просто так вдохновенно, что ли. Нам даже, когда мы там были, видео снимали, нам даже предлагали покушать. Когда мы раздавали. Да, напитки нам предлагали. Столько впечатлений, я даже не могу передать всего. Крис, мне дадут. Вот, потом на футбольном поле, столько подходило, столько хотели познакомиться. Ну, многие нас знают, конечно, но тем не менее, да. Столько мы не фоткались, сколько за те кто-то дня. Столько, да, да, да. Обняться, познакомиться, сфотографироваться. Какое удовольствие. Спасибо им большое, спасибо этой провинции, этому городу. Да, да, да. Я даже это, потому что у нас только было жарко, думаю, ну ничего, до осени отрастет. Но эта провинция подходит больше всего, чтобы там летом находиться. Потому что самая простая. Да, да, да. Кроме двух мест, в которых мы были, конечно, Луо Дянсян и Рунгян, Люди, конечно, покорили меня своей откровенностью, добротой. Это очень сильный, это очень сильный. В гостинице нам, мы на один день нашли жилье, а потом нам продлевали, ну как-то пошли нам навстречу, продлевали пройцены. Ну просто, я говорю, очень важно то, что никто нигде именно в этот момент, ну я надеюсь и в другие моменты, не поднимал цены. Вот настолько, знаете, не так, как, ага, я сегодня, да, 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 я сегодня наживусь, потому что праздник, много людей, не, 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 такого нету. Я просто поражена этим. Знаете, как мы думаем, а, молодцы, просто настолько порядочность вот это чувствуется. Даже сумасшедшие вот эти каменистые, такие каменистые глиняные горы, я так понимаю, но есть и чисто каменистые. Вот это мне переводить потом, каменистые глиняные горы. Да, да, вот это Китай меня поражает горами своими, мостами и пейзажами, вот это прям, в этот раз я очень сильно, конечно, впервые в жизни ты так путешествовала туда, 1500 с лишним километров, я правда. Да, да, да. Это уже очень важно. И не надо делать, не надо делать, не надо делать, не надо менять. У меня есть комната, можно жить там, нибудь бы ко мне. Но мы с другими людьми или другие, Грой Чулак. И с другими людьми, например, и украина, и с другими людьми. Это очень важно, чтобы это быть очень熱. И я очень любим это. Это очень революционная работа. Несмотря на то, что я впервые участвовала. Я впервые участвовала. Я очень много впечатлений. Я всегда помню. Спасибо. А еще я хочу вставить. Мы проезжали самый большой мост в мире. 546 метров. Обалденно. Высоко. Ты летишь как будто птица в космосе. Я очень рад. Но я очень рад. У меня с моим мужем творческой. Я могу по всей стране. И можно по всей страны. И в стране, чтобы понять их оборудование и оборудование. И продолжать работать. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.